Сообщение началось с информации о кадровых перестановках Управления образования Великоусевского района. Должность исполняющего обязанности начальника займет Наталья Тетерина. Она сменит Риму Батакову, которая более 9 лет руководила сферой образования и добилась впечатляющих успехов. Глава Великоусевского района пожелал не только сохранить, но и приумножить успехи предшественника. Наталья Михайловна, я уверен, что ваш опыт работы и поддержка коллег и рекордов школы на должности исполняющих обязанности начальника Управления образования. Все-таки вы тот задел, который команда уже по Тетерина Тетерина заложила, вы все-таки будете поддерживать все, удачи, и мы вам, конечно, поможем. Оперативное совещание продолжилось докладом начальника Великоусевского отдела МВД. Александр Дерягин озвучил итоговые цифры за прошедшие 11 месяцев года. Отмечено снижение количества преступлений, связанных с кражами, угонами, убийствами и нарушениями общественного порядка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в то же время значительно выросло число экономических преступлений. В случае мошенничества зафиксировано увеличение оборота наркотических веществ. Рост произошел за счет выявленных преступлений экономической направленности с 21 до 47, а также выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков с 25 до 35 преступлений. Рост на 40%. Также хочется отмечить, что по линии незаконного оборота наркотиков у нас изъято 4,8 кг наркотических средств, в прошлый год 460 грамм. Другая постоянная тема обсуждения на оперативных совещаниях – обращения с твердыми коммунальными отходами. Близятся новогодние праздники, а это значит, что количество выбрасываемого мусора увеличится. По домному повороту событий региональный оператор готов. Переполненных контейнеров быть не должно. Проработали вместе с перевозчиком. Именно объемы те, которые будут поступать у нас с 31 на 1, они будут объезжаться регулярно, как и сейчас. На сегодняшний момент у нас 132 площадки, которые забираются ежедневно, и остальные 30 площадок забираются через день. На сегодняшний момент совместно с Андреем Витальевичем и Андреем Рудольфовичем обсуждали даже вопрос, что 1 числа будет выезд как утром, так и вечером по всей площадке. Совещание длилось более двух часов. Поднимались темы организации пассажирских перевозок на территории района, реализации освещения улиц и планах на 2020 год. Об этом мы расскажем в ближайших выпусках. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал Русский Север.